добро пожаловать на мой канал меня зовут алексей и сегодня у нас будет с вами такой жизненный влог я вам расскажу какой у меня телефон был что с ним произошло какой телефон я новый купил и немножечко поговорим про то что мечты сбываются поэтому мечтаете мечтаете но правильно я не знаю даже с чего начать этот влог давайте а я расскажу историю наверное полностью не знаю сколько времени займет в общем получилось а так что когда я начал вести свой канал youtube у меня на тот момент был телефон sony не помню какая у него модель я его покупал у меня была гарантия и за месяц до гарантии он у меня сломался он у меня полностью отказался в работе и получилось что он же на гарантии я его сдал на ремонт на обследование сказали что там навернулась какая-то система в общем мы вам ее заменим но друзья я не мог остаться без телефона ни на день ни на два во первых это моя жизнь это моя работа как наверно сейчас и у всех вот и ремонт занял где-то недели две наверно вы понимаете что я не мог остаться две недели без своего бизнеса который полностью в телефоне но и самое главное это канал youtube мне нужно было продолжать вести канал и я побежал на следующий день я поджал в магазин с другом который более компетентенную в телефонах он в общем и долго рис решали какой телефон решал я мне тут сказали вот есть такой вот есть такой и я приобретаю вот такой вот телефон это у нас samsung а 70 и вот эта рабочая лошадка на протяжении следующего года это практически двадцатый год я его купил в девятнадцатом году в декабре и весь двадцатый год это рабочая лошадка работала на меня на вас я на этот телефон снимал все мои обзоры кто-то спрашивал у меня на какой телефон я снимаю видео обзоры друзья вот на этот телефон весь двадцатый год я вам снимал видео обзоры и тут месяц назад где-то в феврале где-то в середине февраля у меня этот телефон падает со штатива во время съемки вы представляете он у меня этот телефон падал много раз падает этот телефон и он у меня падает на ламинат падает экраном туда же вот очень плохо видно наверное но наверно не видно не тут я вижу вот кстати люстра моя видите шикарная падает и и все друзья экран навернулся экран сломался у меня есть друг который занимается ремонтом сотовых телефонов я побежал к нему показал ему телефон он сказал лёш ну надо менять экран менять экран он озвучил цену что это стоит 42000 тенге но это говорит оригинал я так сквасился он говорит ночью ты хочешь телефон ты не дешевый телефон я это покупал в девятнадцатом году за 150 тысяч тенге это где-то 350 долларов стоил этот телефон вот но жизнь продолжалась прежде чем телефон этот сломался вы знаете я начал приглядывать новые модели новые телефоны потому что я решил более интересные модели именно как сказать вам для видеосъемки найти какие-то более интересные модели я начал мечтать я начал смотреть более дорогие флагманы и к чему я сейчас вам это говорю что я это знаете это вот опять же это был декабрь месяц двадцатого года я весь декабрь ждал какие-то акции какие-то скидки какие-то супер выгодные предложения на тот телефон на который который я в итоге купил на который я сейчас и снимаю видео вот и я не знаю друзья вот надо вот мечты сбываются то есть я мечтал об этом телефоне но я не мог себе его почему-то позволить я считал что это очень-очень друзья дорого для сотового телефона и тем не менее и тем не менее я отказался от этой идеи покупать новый телефон супер дорогой и пока вот этот не сломался но когда этот телефон сломался я понял что это судьба что это судьба я пошел опять в магазин и опять пересмотрел все модели и принял для себя решение что новый телефон на который я буду на который я буду снимать свои обзоры и с которым я буду жить это тоже будет samsung я полюбил именно фирму samsung не знаю мне нравится и вот я покупаю себе новый телефон на который друзья я сейчас и веду эту съемку поэтому я не могу вам показать сам телефон я вам показываю его коробочку это я же поперхнулся это samsung galaxy galaxy s 20 ультра ультра 5g ждем когда 5g появится в казахстане а вот такой вот я себе приобрел флагман хочу сказать что телефонные крутейший но по крайней мере для меня я уже говорила в каком-то видео я не айтишник для меня телефон это дремучий лес и вот уже месяц я живу с этим телефоном здесь такая навороченная видеокамера что я еще пока я все не изучил вот на ваш вопрос я ответил что вот на такой телефон уже месяц ведутся съемки то есть вот конец февраля начало марта я снимаю я экспериментирую разные функции вот этот телефон стоит на минуту отключил чтобы посчитать на калькуляторе это 1000 почти 1400 долларов стоит этот телефон я не знаю стоит ли он этих денег или не стоит потому что время покажет как говорится но я еще принял решение его брать только потому что мне он обойдется немножечко дешевле за счет того что на такой флагман была феврале акция при покупке этого телефона давали в подарок планшет планшет я продал не помню как он называется но он 80 тысяч тенге стоит я его за 70 тысяч продал отнимайте то есть уже где-то получается 500 тысяч телефон меня прошелся потом помимо планшета мне начислили на в этом магазине бонус 55 тысяч тенге которые я мог активировать спустя две недели через две недели вот буквально на днях я побежал в магазин чтобы получить за бонусы себе что-нибудь приобрести друзья но я уже приобрел этот телефон мне ничего не надо у меня дома все есть но тут я понял что у меня нету дома терабайтного диска и я на эти бонусы взял вот такой терабайтный диск тут еще цена к кстати тридцать семь девятьсот девяносто он стоит он два терабайта в нем два терабайта я его взял для того что у меня видите он стоит колонка колонка у меня домашний кинотеатр я скачиваю наикрутейшее качество видео скачиваю на диск у меня до этого был диск 1 терабайт на его покупал на алиэкспресс и он у меня здесь диск сломался в этот раз вот я решил разориться взять двух терабайтный потому что фильмы сейчас все круче и круче и вот это знаете это классная вещь я так счастлив что я принял решение именно на на терабайтный диск и вот теперь я качаю фильмы в крутом качестве смотрю на домашнем кинотеатре в общем я восторге не люблю я кинотеатры дома лучше вот но это 37 900 а у меня-то 55 тысяч и я друзья когда начал вести свой канал youtube я приобрел компьютер а у компьютера не было колонок и я решил себе взять еще вот такие вот колонки они стоят они стоят 17 или 18 тысяч обычные колонки я близко ну звук и нехороший в принципе меня как бы все устраивает вот и получается друзья мои вот такой телефон вот столько получил я куча к нему подарков поэтому я в восторге я в восторге что у меня он теперь есть но теперь самое главное я теперь трясусь я теперь трясусь не дай бог его уронить кстати мне предлагали но когда я покупал телефон мне мне предлагали застраховать его от падения потому что за не понимаете сколько он стоит страховка тоже не дешевая но я принял решение что идите в нахер я буду этот телефон просто знаете как младенца носить на руках что я пока так и делаю вот ну что вот в принципе вот такой друзья у меня получился влог я с вами поделился своей жизненной ситуацией что еще раз вам говорю что мечтайте только правильно правильно подавайте свои свои просьбы туда вот куда-то кто там у нас сверху живет нашей судьбе до чтобы судьба правильно распорядилась и подарила вам то о чем вы мечтаете вот у меня так получилось от жизни что я мечтал об этом телефоне и немножечко меня неправильно поняла моя судьба и она подтолкнула меня на покупку этого телефона если бы я немножечко правильно мечтал может быть не его подарили но я его приобрел я не на секунды не жалею потому что еще раз говорю что у него наикрутейшая камера я счастлив только ради этого ну вот наконец-то я добрался сделал этот влог поделитесь пожалуйста у кого какие телефоны напишите в комментарии какая фирма телефонов вам нравится почему вы приобретаете именно эти телефоны вот если будет интересно то мы еще может поподробнее поговорим когда я более-менее его изучу и друзья еще раз возвращаемся той кто и теме которую вы подняли недавно в моих видео потому что вы заметили что у меня телев теперь идет зеркальное отображение каталога и вы просите меня убрать это друзья я не знаю как это делается в этом телефоне я в основном снимаю на фронтальную камеру все мои влоги мне удобно я вижу вас ну как и вижу вас я вижу то что я вам показываю то есть когда я делаю обзоры дашь показываем какую-то продукцию я вижу что как она в экран попадает и здесь к сожалению я пока не знаю как убрать это зеркальное отображение на этой модели я перевернул весь интернет честно слово не могу найти но на основной камере это проблема она автоматически убирается но я не могу снимать влоги на основную камеру потому что мне не видно продукцию которую я вам показываю вот нужна уже профессиональная камера поэтому я надеюсь а что я этот вопрос решу я найду людей может быть кто-то мне все-таки подскажет и объяснит вот дорогие мои вот такой вот у меня получился влог вот такой вот вот такой жизненный рассказ как можно мечтать и мечты сбываются поэтому друзья мои вот эти два телефона на которые я в двадцатом году ввел вам съемку теперь я это делаю на вот этом замечательном флагмане на это у меня все спасибо большое что досмотрели это видео до конца если вам нравится такой формат видео у меня не так часто выходят такие жизненные влоги поэтому поддержите меня поставьте лайк этому видео и обязательно напишите в комментарии что да лёш продолжай нам очень интересно посмотреть посмотреть как ты живешь и чем ты дышишь на это у меня все до встречи до встречи в следующем видео пока пока пока